Всем привет! Я Алексей Самсонов, представляю YouTube-канал «Каширский двор». Именно здесь вам дадут самые полезные и профессиональные советы по ремонту и декору интерьеров. В то время как каждая женщина мечтает об идеальном мужчине, каждый мужчина мечтает об идеальном строительном материале. Сегодня мы поговорим об идеальном фасадном камне. Смотри наш канал и делай свой ремонт без проблем. Когда говорят облицовка фасадов натуральным камнем дорогое удовольствие, то имеют в виду не только финансовые затраты. Это и вызов высококвалифицированного специалиста, и поиск специального оборудования, и поиск камня в нужном количестве, нужного размера и нужного цвета. И особая подготовка стен, ведь не каждый фасад выдержит вес облицовки натуральным камнем. Но есть альтернатива – искусственный камень. Два основных вида – это искусственный камень из бетона и клинкер. Искусственный камень из бетона. Получил свою особую популярность за счет невысокой стоимости и способности повторять структуру практически любого камня. От тротуарной плитки до мрамора и гранита. Искусственный камень не требует дополнительной покраски. Он не выцветает под воздействием ультрафиолетовых лучей, не боится влаги и перепадов температур. Искусственный камень из бетона очень прочный, потому что в состав его входят особо прочные сорта цемента. Но, к сожалению, на рынках очень много кустарного производства. Так как же отличить качественный фабричный камень от кустарного? Да элементарно. Необходимо просто разбить один камень. Обратите внимание, на срезе качественный камень прокрашен полностью. Это говорит о том, что соблюдена технология производства. То есть колер был добавлен еще на стадии замеса. Некачественный же камень будет иметь цвет цемента и окрашен только на поверхности. Это значит, что быстро потеряет цвет под воздействием ультрафиолета. И такой камень долго вам не прослужит. Клинкер. Это общее название отделочных материалов, изготовленных из тугоплавких сортов глины. Клинкер в переводе с немецкого означает «звон». Если постучать качественными плитками друг об друга, то раздастся действительно звонкий звук. Если искусственный камень из бетона может предложить любые формы и расцветки, то клинкер имитирует лишь кирпичную кладку. В этом его особенность производства. И еще, клинкер – один из самых дорогих отделочных фасадных материалов, уступающий по цене лишь натуральному камню. Искусственный камень, независимо от вашего выбора, это надежный декор. Он абсолютно не боится перепадов температур, не боится дождя, не боится солнца, ни мороза, ни холода. Но все это теория. Проведем эксперимент. Протестируем искусственный камень экстремальными температурами. Передо мной сухой лед, температура минус 78 градусов. Охладим искусственный камень и посмотрим, выдержит ли он. Проверим. Экстремальное охлаждение негативного результата не дало. Камень выдержал. Второй тест. Резкое нагревание. Строительный фен. Температура 630 градусов. Как видите, с искусственным камнем, также ничего не происходит. А теперь экстремальные условия. Перепад температуры 700 градусов. Было плюс 600, стало минус 78 за долю секунды. И тут искусственный камень проявил себя просто на высоте. Конечно, в природе таких экстремальных условий не бывает. Что говорит о большом запасе прочности качественного искусственного камня. Натуральный камень имеет цветовую гамму, ограниченную природой. Что касаемо искусственного камня, то здесь выбор цветов может быть гораздо шире. Плюс искусственный камень сильно устойчив к истиранию и механическому воздействию. Он легче по весу натурального камня. А это не требует дополнительного усиления фундамента. И имейте в виду еще один нюанс. При покупке дешевого натурального камня, вам его могут привезти в мешках. И вы увидите то, что, во-первых, половина камня просто потрескалась, а вторая половина не имеет формы. Вам придется нести дополнительные затраты на обработку камня. Его придется резать, шлифовать и мыть. И даже если просто не помыть натуральный камень после обработки, то оставшаяся пыль будет плохо взаимодействовать с клеем. И в результате камень просто отвалится. Монтаж искусственного камня происходит по той же технологии, что и натурального. Здесь используется даже тот же самый клей. Потребуется вода, клей и, собственно, сам камень. Но прежде стену необходимо правильно подготовить. Независимо от основания, кирпич или бетонный блок, стена грунтуется грунтовкой глубокого проникновения. После этого на дюбеле крепится армирующая фасадная сетка, обычно из оцинкованного железа. Далее затягивается штукатуркой на цементной основе, у нас же внешние работы. И после высыхания весь слой грунтуется еще раз грунтовкой глубокого проникновения. И вот только после подготовки стены приступаем к монтажу камня. Хоть искусственного, хоть натурального. Готовим клей. И вот тут важный момент. Именно клей сыпем в воду. Почему не наоборот? Да потому что именно таким образом лучше происходит смачивание клея. И добавляем клей по мере необходимости. Консистенция должна быть как у творога или очень густой сметаны. В противном случае камень попросту будет сползать вниз под собственным весом. Нужная консистенция достигнута. Теперь надо дать 15-20 минут клею настояться. За это время он приобретает все свои качества. Ну а пока клей настаивается, устанавливаем стартовую планку. Это тот уровень, с которого у нас будет начинаться кладка. И не забудьте, она должна быть идеально горизонтальной. Используйте уровень. Первый, нижний уровень укладки камня определяется стартовой планкой, которая устанавливается по уровню. Именно от нее и пойдет укладка вверх. Многие ошибочно думают, что клей нужно наносить только на камень. Для надежности клей наносится на обе поверхности. И на стену, и на камень. Начинаем. Для начала клей наносится на стену обычным ровным шпателем. А потом равняется гребенку. Монтаж камня начинается от двери в сторону свободной стены. Если это цоколь, то от угла до угла. Но сначала монтируются угловые элементы, а потом уже обычный камень. Монтаж камня аналогичен с монтажом керамической плитки. Здесь необходимо выдерживать расстояние между швами. Для этого используются в плитке крестики, в камне фиксаторы. Толщина фиксатора 10 мм. На широких стенах лучше использовать металлические профили или деревянные брусочки той же толщины. Так лучше держится ряд. Искусственный камень, как правило, форматирован одинаково. То есть имеет одинаковую форму. А вот натуральный камень всегда имеет разную форму. Поэтому перед укладкой необходимо мозаику или рисунок сначала выложить на земле, а потом уже монтировать на стену. И вот сразу хочу показать на ошибку, которую многие могут допустить, всего лишь не зная технологии. Фиксатор шва, если используется в таком виде, укладывается перпендикулярно стене, а не параллельно, чтобы его можно было потом легко достать без применения каких-либо инструментов. А так вам придется поковыряться. Так что канал «Каширский двор» расскажет вам не только о качественных материалах, но и о правильных технологиях. Приступаем к технологии расшивки швов. Не путайтесь с технологией затирки швов. Это разные технологии. И используются для этого разные смеси. В отличие от клея, здесь в первую очередь насыпается сухая смесь. И в нее добавляется очень маленькое количество воды. И вот эту каплю воды необходимо буквально растереть по всему составу, потому что консистенция должна быть примерно как у мокрого песка, ну или у почти засохшего пластилина. Приступаем. Шпателем берется расшивочная смесь толщиной порядка 8 миллиметров. Ну, плюс-минус, сами понимаете. Далее расшивку начинаем с середины камня. Шпатель немного вставляем между камнями. Вставили шпатель и расшивочным инструментом сдвигаем расшивку в шов. Точно по такому же принципу делаются и вертикальные швы. Подносим шпатель и расшивочным инструментом вставляем в шов. В результате визуально будет смотреться, как будто бы настоящая древняя кирпичная кладка. Но такой кропотливой работе есть альтернатива. Термопанели. Их толщина от 70 до 90 миллиметров. В основе полистирол, на который наклеен фасадный камень. Камень вы можете выбирать на свое усмотрение, но есть одно ограничение. Это может быть только прямоугольная форма. Монтируются эти панели прямо на бетонное основание с помощью саморезов. У этих панелей масса преимуществ. Во-первых, вы получаете тепло, звука и гидрозащиту. Во-вторых, эти панели можно крепить не только на бетонное основание, но даже на деревянное, без всякой обработки. Таким образом превратив деревянный фасад дома в кирпичный. И мой вам совет. Покройте фасад гидрофабизатором. Водоотталкивающая пропитка, по-русски. Это необходимо сделать для того, чтобы атмосферные осадки не разрушали фасад вашего дома. Например, искусственный камень впитывает влагу и может просто-напросто потрескаться при замерзании. А при фасаде из натурального камня влага попадает в расшивку, тем самым камень может отвалиться. Гидрофабизатор создает как бы плащ для фасада вашего дома. И неважно, сделан он из натурального камня или из искусственного. С вами был YouTube канал Каширский Двор и я, Алексей Самсонов. Кстати, не забудьте получить дисконтную карту 5 с плюсом, если ваша покупка превысила 3000 рублей. С ее помощью вы получите скидку от 5% и более в сотнях магазинах торгового комплекса Каширский Двор. А таких магазинов здесь 450. Делайте покупки в торговом комплексе Каширский Двор и ваш ремонт будет сделан правильно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...